Здравствуйте, дорогие друзья! С вами был Игорь Илдашев. Напоминаю, что мы продолжаем серию репортажей встреч с промышленной группой БИЦ. Собственно говоря, компания, которая сегодня сделала конгломерат производства трубопроводной арматуры и приводной техники. И сейчас, уважаемые друзья, я держу в руках, специально, чтобы вы понимали, один из деталей корпуса приводов БИРС, который производится на производстве СКБ и СПА. Более подробно о новой линейке, которую мы анонсировали, собственно, в этих репортажах, и о производстве организованных электроприводов нам расскажет гениальный директор СКБ, СПА Коренков Денис. Здравствуйте, Денис! Рад вас приветствовать! Ну, собственно говоря, я думаю, самым лучшим доказательством того, что вы производите привода, являются вот эти корпусные детали. И этот цех, этот участок, где происходит уже финальная сборка. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей новой линейке, в чем ее преимущество, ну и, конечно же, как она разрабатывалась с вашими специалистами. Компания СКБ и СПА вошла в группу компании БИРС всего год назад. Компания СКБ и СПА сама изначально, исторически, это компания, существует более 50 лет, начала она существование еще в советское время, как проектировщик, разработчик и изготовитель электрических механизмов. Ее основное качество в том, что она производит продукцию для атомной отрасли. Это характеризует, что продукция производится именно высокого качества, которое отличается своей надежностью. Именно поэтому мы обратили на нее внимание. После того, как она вошла в нашу группу, рассмотрев продукцию этой компании, мы поняли, что она уже морально давно устарела. Так как у нас был достаточно большой опыт работы с приводами мировых производителей, то мы для себя определили наиболее удачные экземпляры и на их основе разработали собственный привод. И за этот год мы уже первую серию приводов полностью внедрили в производство и запустили в серию. Вот этот корпус делается отливкой и полностью дальше обрабатывается на наших станках. Обработка происходит на станках, которые полностью сгруппированы на этой площадке. На площадке СКБ мы в большей степени уже сосредоточимся именно на сборке, испытаниях окончательных, приемке. И в дальнейшем передается сюда уже именно для сборки в конкретный УРПС и для дальнейшей автоматизации в процессе. Также могу сказать, что следующим этапом нашей работы является продолжение линейки уже большего типа размера. Это вот видите уже корпуса и крышки, которые мы сделали, отлили полностью на своей линии. Сейчас идет постановка к этой детали на автоматический процесс. В ближайший месяц мы их полностью освоим и я думаю в ближайшее время мы уже сможем выпускать и следующий тип размер данной линейки. Дальнейшее развитие данной техники предполагает ее интеллектуализацию. То есть сейчас наши конструктора разрабатывают интеллектуальный блок к данной и данной серии метроприводов, который будет один и здесь, и здесь применяться, что позволит нам расширить область применения наших метроприводов. Если все-таки говорить о импортозамещающем потенциале этого привода. Уже было сказано, уважаемые друзья, повторюсь снова, что это полностью российская разработка с российским комплектующим. Как вы понимаете, полностью от корпусных деталей до составляющих все российское. Тем не менее, кто уже является потребителем данных решений, если есть опыт, поделитесь им. Потребитель данного решения в основном это нефтегазовый сектор, с которым активно сотрудничает наша компания. Уже были поставки данных приводов и они себя хорошо зарекомендовали. Если все-таки говорить о классе защищенности и дополнительных ключах, как модульная конструкция, как расширяемость, что является основным преимуществом данной разработки? Основным преимуществом данной разработки является то, что мы можем как внутрь этого привода встраивать небольшой интеллект, так как, например, позиционеры, так и возможность прикреплять к нему сбоку дополнительные блоки внешние и навешивать, уже расширять его возможности и пускатели, и интеллектуальные блоки. То есть, по сути, получается, что ваш продукт выбрался все последние ноу-хау, которые используются в атоматизации? Абсолютно верно. А если сегодня все-таки говорить о продолжении линейки, все, что ждет также потребителей в продолжении линейки, какие возможные разработки вы берете и как вы считаете сами, способен ли сегодня продукт российский полностью заместить в зарубежные варианты? В ближайшее время, безусловно, я думаю, мы способны заместить полностью в зарубежные аналоги. Основное направление сейчас идет именно на увеличение размерного ряда и на дополнительный интеллект к этим приводам, чтобы охватить все потребности рынка. Замечательно. Ну, один из последних вопросов о надежности. Сколько дается гарантия заводам и по надежности наработке циклов часов у данного изделия? Ресурс данного привода составляет более 10 тысяч часов наработки. Более подробно, я думаю, вам наши продавцы расскажут. Но могу сказать, что за время выпуска данных приводов нам еще не приходило ни одной рекламации наших потребителей. Замечательно. Спасибо. Спасибо вам большое. И самое главное, спасибо за то, что вы все-таки расширяете производство именно российских комплектующих, то есть приводов. Дорожные друзья, что я хотел бы еще заключить из этого сказанного? Ну, на самом деле, я понимаю, что сегодня существует определенная конкуренция на электроприводном рынке, но очень приятно осознавать, что в России появляются и новые игроки этого рынка. И самое главное, они инвестируют, расширяются. И, как вы можете следить по этим репортажам, по этому сборочному участку, что, в принципе, все серьезно. Это не просто отверточная сборка, это не просто какие-то гаражи и непонятные здания. Это современные, извиняюсь, очень хороший цех. Это, конечно, технологии, которые тут применяются, ну и, конечно, специалисты, вся сила, потому что в людях, которые создадут, модернизируют, и, я думаю, на этом не остановятся. Спасибо вам большое еще раз, Денис, удачи. И, конечно же, делайте больше хороших и надежных приводов. Спасибо. Удачи вам, друзья. Ждем вас в следующем репортаже. О этом приводе мы еще, я уверен, поговорим не один раз на страницах нашего журнала «Вестник ароматуры строительства» и портале «Арматур.ру». До новых встреч, друзья. Удачи.